Доброе пятничное утро, дамы и господа! Вы смотрите Инфакт на канале StopGame.ru Сиги Проджект Ред никогда не боялась поднимать сложные вопросы в своих играх. Ничего удивительного, что и в Сайберпанк 2077 такие вопросы стоят. Причём иногда они проникают в самое неожиданное... Кхм, ладно, хватит каламбуров. Вот, плакат. На плакате вроде бы девушка, у девушки вроде бы член. Ну или складки так причудливо легли, все цивилизованные люди подумали, ну и ладно, это же Киберпанк, закат 21 века. Из человека вертолёт сделать можно, не то что опираться по смене пола. Защитники социальной справедливости почему-то решили, что это издевательство. Я так и не понял почему, но откуда мне цисгендерному ублюдку разбираться в LGBTQIA+. Тут за дело взялись журналисты Полигон. И нет, не для того, чтобы втоптать CDPR в грязь, а чтобы спросить у автора изображения, зачем всё это. Художница Кассия Редисюк, которая и нарисовала упомянутого трансгендера, всё объяснила. Гиперсексуализированный облик трансгендера используется жадными корпорациями будущего, чтобы продавать товары. В данном конкретном случае газировку. Редисюк заметила, что своей работой она хотела подчеркнуть в положении трансгендеров будущего, которые стали достаточно большой прослойкой населения, чтобы к ней обращалась массовая реклама, но вместе с тем, их тела используются в этой рекламе так же хищнически, как и тела обычных мужчин и женщин, в рекламе современной. И, кстати, художница сказала, что рекламы с трапами в Cyberpunk много. Надеюсь, у вас нет с этим никаких проблем. Грядёт новый Xbox, у которой пока что есть лишь кодовое имя, Project Scarlet. И для Microsoft вроде бы настала пора заводить Hype Train, чтобы разогнать его к первому показу консоли. Однако, глава Xbox Фил Спенсер вдруг удивил всех одним парадоксальным заявлением, которое сделал в интервью сайту CNET. Господин Спенсер сказал, что компания не будет гнаться за продажами новой приставки. Ну разве это не палка себе в колесо? Вовсе нет, заявляет Спенсер. И вот причины, почему Xbox не очень-то хочется, чтобы вы купили её новую консоль. Scarlet во многом полагается на обратную совместимость, а значит, многие игры она будет делить с нынешней Xbox One. Большую часть денег компания получает с помощью подписок и сервисов, которые работают и на старых консолях. И если хоть одна из них у вас уже есть, Xbox не будет толкать вас к покупке Scarlet. Жаль, что Sony пропустила эту E3 и не смогла симметрично ответить. И вы будете смеяться, но Фил Спенсер тоже жалеет, что Sony в этот раз не приехала. Причём не по какой-то надуманной причине, а по вполне понятной. Сейчас, когда игровая зависимость признана болезнью, очень важно показать миру, что игры это не детонаторы для психики и не глупая блажь, а серьёзная взрослая вещь. Ну, в большинстве случаев. И кто, как не Sony, способен это доказать. Я полагаю, вы соскучились по Magic the Gathering. Не печальтесь, ведь спонсор сегодняшнего выпуска предложил рассказать как раз про неё родненькую. Уже сегодня выходит новый набор карт под названием Горизонты Модерна, предназначенный для режима, как ни странно, модерн. Там полно новых карт, украшенных на редкость шикарными артами. И хотя наборы карт, само собой, продаются не задаром, вы всё равно можете испытать их в одном из хобби-магазинов, а ближайшие можно отыскать на сайте. Кстати, в компьютерной версии которой Magic the Gathering Arena новый набор не появится, так что пощупать его можно только, так сказать, физически. Переходите по ссылке, ищите подходящий магазин и играйте в магию. Очередная неделя подходит к концу, а значит, пришло время наградить лучшие тексты наших пользователей в блогах сайта StopGameru. Первый косарь заслужил юзер Фантиик, я правильное ударение поставил, который собрал воедино и расставил по полочкам историю мира Овервач. От появления омников и до печального раскола в отряде Овервач, погубившего инициативу, которая, однако, всё равно возродилась. Второй косарь забирает дружи Ласт Степ ту Хелл за свой старательный обзор Транзистор. И даже если вы не любите игру, и не любите читать блоги, зайти всё равно стоит, чтобы поглазеть на самодельные гифки. Чтобы получить призы, авторы должны обратиться ко мне в личку на сайте. Быть может, вы насмотрелись на боевых бабушек Watch Dogs Legion и уже собрались покупать игру, но я вас быстро отговорю. В новых стражевых псах нет псов, пёсиков нету, а во второй части были. Ужасная катастрофа, отменяйте предзаказы. Ладно, как-нибудь переживём без друзей человека, но тут интересна причина, по которой их не будет в игре. Дело в том, что симуляция в Legion просчитывает эмоции людей, которые теряют близких, матери горюют по сыновьям, друзья оплакивают товарищей, но будет ли пёс скулить по мёртвому хозяину, как это реализовать? Творческий руководитель игры Клинт Хокин уверил нас, что никак. Проще говоря, они не смогли заставить собак грустить или ненавидеть героя за убийство хозяина. Впрочем, есть и другая причина. Watch Dogs Legion позволяет играть за любого NPC, и если бы там были собаки, пришлось бы добавить функцию игры за каждую дворнягу. Если даже дефицит собак не отпугнул вас от Watch Dogs Legion, можете пройти по ссылке в описании и посмотреть свежие полчаса геймплея. Как же все ждали Shenmue 3, и как же обидно, что авторы игры старательно изморали свою репутацию. Запрет на рефанды, магазин эпиков, кривая анимация лиц, плоские горы, это ещё не всё. Оказалось, что Shenmue 3 не закончит историю главного героя Рёхадзуки. Третья часть вместе с первыми двумя содержит лишь 40% всей эпопеи, то есть её окончание, учитывая скорость выхода игр с серии, можно и не дождаться, особенно если вы старше 30. По идее, это не такая уж и новость. Создатель Shenmue Юсу Цзуки уже давно говорил, что третья часть не закончит всю историю, но чтобы 40%, на целую трилогию это уже перебор. Если для вас фрошиза Doom в первую очередь связана с сетевыми массовыми зарубами, у меня плохие новости. В Doom Eternal не будет традиционных выходов матчей. Исполнительный продюсер It Software Мартин Стратон сказал в интервью изданию IGN, что в обычном мультиплеере игрок не чувствует себя тем самым палачом Рока, что в сетевой игре безнадежно просраны все преимущества одиночной кампании. Именно поэтому был придуман Battle Mode, PvP-режим, где один игрок в роли Думгая противостоит двум другим людям, которые управляют демонюгами. Именно так, заявил Стратон, удалось передать ощущение от сингла. Также он объяснил, почему демонов целых два. Дескать, они смогут победить тактоном, даже если им попадется Думгай-киберспортсмен. А что делать, если Думгай-ты, а против тебя два демона-киберспортсмена, господин Стратон не объяснил. Если вы думали, что поток материалов с Е3 иссяк, то вы ошибаетесь. Они все валят и валят. Вступайте скорее в наш Е3-хаб и посмотрите, послушайте наши сводки с выставочного фронта. Оперативные материалы на СтопГеймеру. Не переключайтесь.